Спасибо. Коллеги, рад вас приветствовать в этом зале. В наш информационный век большинство предпринимателей стремится к автоматизации большинства бизнес-процессов. И в этот момент получается так, что большая часть процессов уходит на технологии, которые позволяют эти процессы сделать в автоматическом режиме. И самая большая мечта любого предпринимателя – это такая электронная ферма, где он собирает некоторые продукты, продает их на рынке и через некоторый планшет выполняет все функции, которые необходимы ему для управления своей организацией. Однако в этот момент времени те люди, которые остаются за этими бизнес-процессами, на них начинает накладываться все больше и больше ответственности. И, соответственно, тем больше уровень стресса, тем больше уровень выгорания начинает на них влиять. И в этом отношении каждый человек начинает подвергаться все больше и больше нагрузке. Именно нагрузки связаны с уровнем ответственности и с делегированием полномочий. Поэтому эмоциональный фактор, который связан и который стоит за фактором человека в организации, он начинает входить на первый план вместе с автоматизацией бизнес-процессов. Существует довольно большое количество подходов, которые изучают лидерство, изучают влияние лидера на организацию. Таких школ и бизнес-школ, которые готовят лидеров, которые могли бы вдохновлять людей, которые могли бы заключать крутые сделки на рынке, которые могли бы не бояться встречать новые инновации, внедрять их. Таких школ довольно много. Все они говорят о том, что за лидером находится ключевая ответственность за развитие бизнеса. И те исследования, которые проводятся с большинством компаний, с лучшей корпоративной культурой и с лучшими лидерами, они показывают то, что в далекой перспективе, в течение нескольких лет, компании с лучшей корпоративной культурой и с лидерами, которые поддерживают эту лучшую корпоративную культуру, у них возникает резкий рост рентабельности. Их организаций, собственно, там, которых они возглавляют. Но факторы, собственно, этого лучшей корпоративной культуры заключаются в том, что лидеры могут выслушивать, советоваться со своими сотрудниками, дают им возможность креативно общаться, принимают их слова, отвечают за те слова и обещания, которые они дают. Ну и мы видим то, что как раз вот этот фактор общения и фактор взаимодействия со своими сотрудниками, он выделяется как один из главных в таких компаниях, у которых был обеспечен рост рентабельности. Другое исследование, которое также проводилось довольно большое количество лет, было опрошено порядка 50 тысяч человек. Это были исследованы лидеры в различных компаниях и проанализировали то влияние, которое эти лидеры оказывают. Было проанализировано, как я уже сказал, довольно большое количество людей участвовало в исследовании. Больше 500 компаний в этом исследовании также были задействованы. И было показано, что на протяжении времени те лидеры, которые придерживались этих высоких стандартов, они приводили к резкому увеличению росту компаний на рынке. В то время как те лидеры, которые не справлялись и не выдерживали этот корпоративный стиль, они приносили убытки для своей организации. Поэтому, естественно, любая компания на рынке уже довольно давно, уже на протяжении порядка 20 лет, когда теория лидерства стала эффективно внедряться и разрабатываться внутри организации, лидеров стали отбирать и приглашать, искать их на рынке для того, чтобы они могли прийти в организацию и изменить ее кардинально. Для того, чтобы можно было выдержать ту конкурентную борьбу, жестокую, особенно в технологическом секторе, где необходимо быть самым лучшим, самым инновационным впереди всех и выдерживать очень высокие темпы. Для этого стали изучать, чем лидеры отличаются от других людей и, собственно, каким образом можно воспитать лидера внутри организации, как можно сделать лидера среди своих подчиненных, найти такого человека, или же каким образом можно воспитать лидерские качества и навыки. Для того, чтобы это сделать, было проведено большое исследование. Порядка 50 лет проводилось исследование, которое изучало то, каким образом, собственно, лидерские качества и навыки могут с течением времени меняться. Брали людей в 20 лет и потом, спустя 40 лет, проводились новые измерения. И обнаружилось, что к 60-летнему возрасту в них навыки лидерства не меняются. Это говорит нам о том, что большая часть лидерских качеств, навыков выдерживать уровень риска, нести высокую ответственность, вести людей за собой, вдохновлять их, оно после 20 лет меняется очень слабо. Характер этого исследования, его долгота и уровень выборки позволяют нам возбуждать о том, что эти исследования близки к истине. С чем же связаны эти лидерские навыки? И, собственно, когда лидер, где заканчиваются границы лидера, где заканчивается адекватное лидерство и начинается токсичное лидерство? Почему хорошие лидеры могут становиться плохими лидерами? Это второй вопрос, который стоял перед организациями, потому что очень часто бывало, когда одна компания переманивает SEO или какого-то из варда внутри своей компании, и этот SEO, этот генеральный директор, начинает рушить компанию новую, в которую он пришел. Хотя в предыдущей компании у него все было хорошо и был очень высокий рост. Таких историй довольно много. Говорят о том, что опыт довольно тяжело переносить, но в целом те модели теоретические и исследовательские, которые в этом плане есть, они позволили создать следующую схему. Схема связана с тем, что у нас присутствует некоторый уровень, когда у нас есть очень высокие амбиции, наши амбиции соответствуют тому уровню ответственности, который лидер занимает. Внизу вы видите возраст человека, и по вертикали это уровень грейда или уровень ответственности, который человек занимает, занимая определенный пост. И схему условная, но я вам покажу, как она реализуется сейчас на практике. Все, что ниже границы амбиции, это та зона, где у человека отсутствует интерес. Ему восприятия риска нет, он ничем не рискует, принимая какие-либо управленческие решения. Поэтому, как правило, заниматься работой, которая лежит вне сферы амбиции такого человека, как правило, ему неинтересно, и он не берется за решение подобной задачи, они ему скучны. Все, что находится выше зоны амбиции, это так называемая зона турбулентности, где восприятие риска, уровня ответственности настолько сложное, настолько субъективно сложное, что, как правило, в этот момент времени, когда человек переходит за эту границу, у него начинаются решения, которые в основном основаны на его эмоциях, на иррациональные решения. То есть если вот все, что касается верхней границы уровня амбиции и все, что касается ниже, там человек принимает взвешенные решения, он может как бы исходить, исходя из целеполагания, он может взвешенно подходить к принятию решений, то как только он превышает вот это пороговое значение, он начинает принимать решения, исходя из собственных личных страхов, страхов или рисков какой-то публичной ответственности, ответственности за принятие решений. И исходя из того, как долго он в этой зоне может находиться, он начинает бояться собственных страхов, собственных переживаний, и начинает принимать иррациональные решения в своих действиях. И вот в зависимости от того, каким образом идет карьерное развитие такого человека, мы можем говорить о том, насколько он долго в этой зоне турбулентности может находиться, как долго он может выходить уровень ответственности, выходящий за пределы его амбиций, и как быстро он переключится на иррациональное принятие решений. Собственно, модель называется модель реквизитных организаций. Она была разработана в ТВ-стоке, и амбиции называются больше как горизонт планирования или горизонт ожиданий, которые есть у человека. И, как показала практика, большая часть этих ожиданий очень сильно ограничена от… зависит очень сильно от личности самого человека. Вот если мы возьмем, например, такую траекторию развития, то есть мы можем посмотреть то, что человек никогда не превышает уровня своих амбиций, своих ожиданий в своей профессии. В таком случае он довольно эффективно проходит эти вещи, и к концу своей карьеры он может похвастаться тем, что он принимал взвешенные, адекватные решения, никогда не выходя за эти вещи. Но карьера, конечно, и график, как вы видите, он не такой большой, то есть он там единицы не достигает и так далее. Возьмем другой график. График, где человек выходит за границы своих амбиций и своих ожиданий, то есть его назначают на посты и наделяют тем уровнем ответственности, который сильно превосходит его уровень ожиданий и уровень его амбиций. Долго находиться в этой зоне турбулентности он, соответственно, не может. И в этот момент, спустя определенное количество времени, он начинает защищаться от тех страхов, которые у него возникают по мере принятия разного количества управленческих решений. На физиологическом уровне мы видим то, что в тот момент, когда мы находимся в нестрессовом состоянии, и эти исследования были проведены на довольно большой выборке, мы придерживаемся целеполагания и мы придерживаемся самоконтроля в принятии решений. В тот момент, когда мы находимся в состоянии повышенного стресса, и стресс этого возникает именно субъективно, от субъективного восприятия тех задач и той ответственности, которая перед нами стоит, мы начинаем больше опираться либо на наше привычное поведение, то есть делаем, как делали в спокойном состоянии, либо мы начинаем ориентироваться на эмоции, на наше эмоциональное состояние, на удовлетворение наших эмоций. Ввиду этого выделяют три состояния лидера, в которых может находиться. Первое состояние называется условно мусорный лидер. Как правило, характерно для тех лидеров, которые молодые, которые приходят внутри организации, их назначают на пост, у них новая команда, с которой они только первый раз знакомятся. И в этот момент времени сотрудники, которые ждали и боялись, что придет новый руководитель, новый начальник, они начинают проецировать свои ожидания руководителя на нового лидера. Например, о повышении заработной платы, о повышении их карьерных достижений, о каких-то других новшествах и нюансах. В этот же момент времени на лидера действует в том числе и риск, и уровень ответственности, который стоит перед организацией, который ставит перед ним задачи и ответственность, которые он с собой берет. Мусорный лидер, как правило, заключается в том, что он не выдерживает, то есть он пытается удовлетворить всех. И свое руководство, которое его поставило на эту задачу, и сотрудников, которые находятся в его подчинении. Это приводит к тому, что такие лидеры как бы сами заполняются большим объемом тревоги, связанной с этим риском, не могут с ней справиться, пытаются удовлетворить одновременно всех, и их действия получаются больше направлены на решение как раз этих эмоциональных задач, а не на решение задачи. Второй тип лидера, он называется токсичный лидер. Это когда к лидеру приходят задачи и уровень ответственности, с которым он справится и пережить не может. То есть они настолько большие для него, то есть они превосходят уровень его ожиданий и уровень его амбиций. Он не готов с ними справиться, уровень страхов здесь гораздо больше. И в этот момент времени этот лидер вместо того, чтобы переваривать этот риск, для того, чтобы работать с ним и своим подчиненным выдавать его уже в пережеванном нормальном виде, он начинает транслировать ту ответственность, которую спустили на него сверху, на своих сотрудников. У его сотрудников и у его подчиненных гораздо меньше возможности для того, чтобы работать с этим уровнем ответственности. Как правило, поэтому у них тревога тоже начинает зашкаливать. И они тоже начинают принимать иррациональные решения, начинают сопротивляться этому делегированию полномочий. И лидер здесь, получается, он просто пропускает сквозь себя все риски, все тревоги и всю ответственность, и спускает их просто на своих сотрудников, заставляя их самим выпутываться из этой ситуации, одновременно добавляя еще и свои страхи. Ну и, наконец, третий – это адекватный лидер. Это тогда, когда та ответственность, которая к нему приходит со стороны руководства или собственников компании, он их может сам с ними справиться, переварить, правильно интерпретировать и сможет правильно распределить среди своих сотрудников. То есть сделать так, чтобы уровень их тревоги и уровень их ожиданий был достаточным для того, чтобы они брались за новые задачи и двигались вперед, но не превышало их объем возможностей. Как это складывается на организации? Это следующая модель, называется циклическая модель организационной тревоги. Ларри Хиршхорна – это руководитель одной из ведущих консалтинговых компаний в мире. И изначально перед организацией стоят некоторые задачи. Это задачи выживания, победы в конкурентной борьбе, достижения монопольного положения на рынке и разные другие. Соответственно, при выполнении данной задачи возникают риски. Они есть объективные риски, которые связаны с экономической составляющей и с технологической составляющей. Также есть и субъективные восприятия этого риска, которые интерпретируются. То есть что-то может быть преувеличено, что-то может быть преуменьшено. Все равно это оценочное некоторое суждение. Соответственно, это оценочное суждение влияет на субъективные переживания человека и вызывает у него некоторую субъективную тревогу. В том случае, если с этой тревогой не работать, то есть возникает неадекватный ментаполизм, неадекватное переваривание этой тревоги, растет защита коллектива от этой тревоги лидеры организации, потому что все они построили некоторые планы, они зависят от этой организации, они зависят от этого рабочего места. И естественно они хотят защититься от тревоги, которая транслирует на них лидер. Здесь мы видим и форму саботажа, и отсутствие инноваций, и новых идей внутри компании. Реагирует по-разному, там довольно большой спектр реакции. Все это приводит к организационным патологиям, довольно хорошо изученным и классифицированным. И соответственно обратно идет на повышение тревоги субъективной. В том случае, если у нас есть адекватный метаболизм, то есть лидер может переваривать тревогу, которая на него сваливается со стороны внешнего рынка и конкурентов. И тогда это приводит к снижению сопротивления коллектива. Коллектив начинает работать заодно с лидером, они начинают взаимно вдохновляться друг к другу. И мы получаем инновационное развитие компании, которое идет к переформулированию задач и развитию организации. Вот такая довольно простая модель. И как мы понимаем, здесь ключевым звеном является тот самый лидер, от которого зависит то, как он может справляться с этой тревогой. Возвращаемся к нашей модели. Мы видим то, что самой главной задачей является уменьшение зоны турбулентности. То есть нам необходимо увеличить объем амбиций, который есть перед человеком, лидером, для того, чтобы сделать вот так. Для того, чтобы мы могли, собственно, планировать на большее будущее и не бояться этого будущего, идти к нему вперед. И тогда встает вопрос, от чего же зависит этот уровень амбиции. Те исследования, которые были проведены, они показали следующие интересные результаты. Оказалось, что уровень амбиций, он фактически, начиная с 20 лет, у человека перестает меняться. И очень сильно обусловлен той детской травмой, которая у лидера была. Это вот исследование, которое проводилось тоже на довольно приличной выборке предпринимателей. И здесь вы можете очень хорошо посмотреть то, что у тех предпринимателей, которые запустили или владеют своим бизнесом, то есть у них есть желание отличаться чем-то от других людей, у них уровень амбиций очень высокий. И этот высокий уровень амбиций, как правило, связан с тем, что в 72% случаев у них были либо личностные проблемы, которые были обусловлены их детскими травмами, либо в 23% случаев из этих 72% это было обусловлено личностными проблемами в их семье, то есть у его родителей. Самое интересное, что само наличие детской травмы, оно не влияет на то, что станет человек лидером или не станет, но у всех лидеров, эффективных лидеров с высокими амбициями, как правило, эта личностная травма есть. Ну и второй график, он как раз показывает о том, как это в контрольной выборке происходит. Мы видим то, что там как бы процент гораздо ниже. Второе исследование, которое было проведено, но это измерялся эмоциональный интеллект у руководителя. Оказалось то, что у 21% из исследованных генеральных директоров у них очень высокий уровень социопатии, настолько большой, что, как правило, он сопоставим с теми же измерениями при изучении заключенных в тюрьмах. То есть уровень эмоционального интеллекта настолько низкий по мере увеличения грейда, если вы можете посмотреть. То есть уровень тревоги начинает расти. Вот мы вот этот график, который показывали. Чем выше мы, чем мы ближе по уровню грейда и по уровню ответственности, тем выше уровень тревоги, тем, соответственно, меньше, менее адекватен лидер компании и организации. Исходя из этого, то есть примеров мы здесь можем привести очень много. Что такое рациональное поведение человека в этой зоне турбулентности и как мы ее можем видеть? Примеров у нас очень много. Накопилось как отдельных индивидуальных случаев, так, собственно, и в нашей российской практике. Например, недавний, который был, это когда лидеры довольно крупного банка обращались к гадалкам для того, чтобы они за них принимали управленческие решения. Если вы изучите лидеров более детально, вы видите, что мистического мышления там очень много. Это то, что помогает справиться им с тревогой, с тревогой при принятии решений, с тревогой за будущее и так далее. Ну и исследования, которые проводились у людей, которые занимают довольно высокие позиции в компаниях, они увидели то, что у большинства также присутствуют некоторые ритуалы, которые помогают им от этой тревоги избавляться и переходить. То есть находиться в этой зоне турбулентности чуть дольше обычного. Ну, как я говорил, примеров здесь довольно много. И один из, наверное, самых интересных примеров, который я сейчас постараюсь успеть рассказать, это пример Мариса Мэйер, SEO Yahoo с 2012 по 2016 год. Ну, прежде чем перейти, заранее расскажу ответ на то, к какому типу этих лидеров относятся. Это так называемый лидер ОКР или лидер-перфекционист. Как правило, такие люди связаны с тем, что у них воспитание было связано с очень высокими стандартами, которые были практически недостижимы для ребенка. Это был очень высокий уровень наказания не только за поступки, но и за неправильные мысли поведения. И вот этот вот высокий уровень стандартов в семье был для ребенка недостижим. Поэтому для того, чтобы защититься от этих уровней стандартов, высоких человек привык, то есть его основная тревога была связана с абсолютным тотальным контролем всему происходящему. То есть каким образом можно придерживаться этих высоких стандартов? Только если ты все контролируешь. Поэтому мотивация власти является ведущей у такого рода лидеров, и она превышает, скажем так, те объективные задачи, которые стоят перед организацией. То есть мотивация власти – это все. То есть контроль и власть, она лучше, чем благополучие самой компании и организации. Здесь очень много следствий, которые касаются именно такого человека. Это и очень высокий уровень микроменеджмента, и очень высокий уровень контроля. Процессы, которые проходят внутри организации. И самое интересное, что попадая внутрь организации, они обладают очень высокой исполнительностью. Поэтому их, как правило, таких лидеров очень быстро замечают. Их наделяют очень высоким уровнем ответственности и полномочий. И они постепенно растут. Все хорошо, когда таких лидеров в организации два. Они компенсируют друг друга и борются за власть. В тот момент, когда этот лидер остается один, как правило, он запускает и подчиняет все процессы коммуникации только на себя. То есть ничто не может получить какое-то решение, не получив разрешения или согласия вот этого такого человека, такого лидера. Это приводит к тому, что такого человека воспринимают как очень авторитарного руководителя, о том, что с ним невозможно договориться, о том, что возникает очень большое количество сторонних процессов в организации, которые не отвечают на основные ключевые запросы компании. Вот, собственно, мы сейчас попробуем посмотреть, каким образом, собственно, развитие Марисы Мэйер как лидера повлияло на подобные вещи. Но прежде всего, это история компании Yahoo. Мы видим то, что у нее чистая прибыль была очень большая. Мариса Мэйер пришла в 2012 году. И мы видим то, что там сначала в 2013 была небольшая просадка. Они покупали большое количество стартапов. В 2014 году очень высокий рост. И в 2015 гигантское падение. В 2016 году Мариса Мэйер покинула компанию. И она, собственно, была продана за очень небольшую сумму. В тот же самый момент времени мы видим то, что там активы, уровень активов начинает резко расти. И, собственно, капитал тоже очень сильно растет. Но в основном это было связано с достижениями других сторонних компаний, дочерних, а не главной ведущей компании. Итак, если мы заглянем в детство такого лидера, мы увидим то, что ее характеризуют как трудоголика. Вспоминают одноклассники. Ну, то есть ее биография хорошо опубликована и хорошо известна. Говорят о том, что она очень тяжело меняла, переходила из одного класса школы в другой класс школы и боялась, потому что она утрачила те властные полномочия, которые она успела вырабатывать в одной организации, переходя в другую. Также мы говорим о том, что она всегда очень усердно училась, старалась все делать сверхправильно, вне зависимости от того, чем она занималась. Если мы посмотрим на ее студенческие годы, то также ее характеризовали как человека, который заставлял других людей работать, перерабатывать. Она очень мало спала, очень много работала, очень высокая была эффективность. И в этом отношении ее также очень хорошо замечали и в студенческой жизни. Дальше начинается работа в Google. Она была членом операционного совета внутри компании. И спустя некоторое количество времени, когда она, собственно, занимала постепенно, двигалась от одного грейда к другому, большая часть людей, которая работала с ней непосредственно, начали замечать очень интересные и очень негативные последствия этого личностного, межличностного взаимодействия с ней. Прежде всего касается то, что возник этот ненормированный рабочий график. Она спала и заставляла других спать гораздо меньшее количество часов. То есть она сказала, если вы спите 4 часа, то оставшееся время, которое у вас остается, вы можете потратить на то, чтобы выполнить больше работы, а не для того, чтобы делегировать свои задачи кому-то еще. Многие замечали о том, что контакт с ней становится практически невозможным. Она заставляла переделывать работы много-много раз этот высокий уровень стандартов. Меняя их местами и потом принимая первоначальный вариант. На все это уходило гигантское количество времени. И в итоге, после проведенных совещаний внутри Совета директоров, было принято решение о том, что такой человек, как лидер организации, он приносит больше ущерба для развития компании. Поэтому, скорее всего, от такого лидера необходимо избавляться. Она была уволена из Google, именно потому что было посчитано то, что она тормозит развитие организации, тормозит развитие компании. В этот момент времени, в тот же самый год, ее принимают в компанию Yahoo. И первое, что она, собственно, делает, она приглашает, когда ее приняли на работу, в статьях и выступлениях, она производит впечатление очень благожелательного и доброго человека. В тот момент, когда к ней стали входить кабинеты высшее руководство компании, ее подчиненные, они сказали, что первый разговор был похож на допрос. Потом, впоследствии долговременного сотрудничества, ее непосредственные подчиненные говорили, что взаимодействие с ней было похоже на медленное поджаривание на сковородке. То есть отношения были построены настолько невыносимыми, что взаимодействовать с этими медленными обстоятельствами практически невозможно. Тем не менее, она принимает первые управленческие решения. Они были связаны с покупкой довольно большого количества компаний, стартапов. И первое, что самое интересное внутри жизни компании произошло, она сделала, очень сильно облегчила жизнь большинству сотрудников. Она сделала им бесплатный фитнес, бесплатно раздала им телефоны, при помощи которого они могли контролировать свое времяпрепровождение. И по отчетам компании говорилось о том, что это лучшая корпоративная культура, которая вообще была создана в рамках технологического стартапа. И в этот же момент времени большая часть топ-менеджмента, с которым взаимодействуют, в том числе и собственники компаний, начинают тихо выйти от непосредственного взаимодействия с Морисой Майер. В тот момент, когда большая часть людей, когда компания была на пике своего могущества и развития, большая часть компаний в 2015 году начался массовый уход топ-менеджмента. В основном они говорили о том, что взаимодействовать с Морисой Майер становится невозможно. Она не может ни принимать решения, отклоняет любые инновационные предложения, договориться с ней о чем-либо невозможно, поговорить с ней, доступа к разговору, искреннему разговору практически отсутствует. И ввиду этого, график увольнения Борда, он выглядит приблизительно так. То есть в январе 2015 года компания начинает покидать гигантское количество людей. И в августе, для того, чтобы остановить этот массовый исход, Мориса Майер в приказном порядке старается заставить топ-менеджмент подписать соглашение о том, чтобы они в этой компании не увольнялись в ближайшие три года. Естественно, большая часть топ-менеджмента на это реагирует еще большим уходом. Компанию покидают ведущие ключевые сотрудники, которые проработали внутри компании гигантское количество времени. И в этот же год возникает утечка информации личных данных пользователей, что оно значит еще один ущерб для репутации. И что самое интересное, это происходит у того самого лидера, который старался контролировать все. И в 2016 году, когда уже речь идет полностью о продаже компании, Мориса Майер говорит, я готова продолжать возглавлять компанию, несмотря ни на что, сколько бы оно ни происходило. На данном примере мы хорошо видим о том, что исходя из воспитания и развития лидеров, мы можем сделать хороший прогноз о том, когда они сломаются, то есть когда они станут принимать иррациональные решения. Время у меня заканчивается. Есть ли у вас какие-то вопросы? Это исходит из того, какая была личная травма, насколько она была серьезной. Если она была слабой, уровень амбиции будет небольшой. Поэтому уровень риска, то есть уровень превышения вот этой зоны ответственности, он наступит гораздо быстрее. В том случае, если травма была очень большой, личностной, в раннем периоде развития человека, то, как правило, мы имеем очень высокий уровень амбиции такого человека, уровень достижений. И поэтому принимать иррациональные решения, он станет гораздо позднее. И находиться в зоне турбулентности он сможет дольше. Поэтому мы можем говорить о том, что Мариса Майера начала принимать иррациональные решения спустя полтора года после того, как заняла должность генерального. То есть, например, исходя из такой типологии личных травм, особенностей воспитания, мы можем говорить, где и когда, спустя какое время, какое количество времени она сможет продержаться. Александр, еще приходят вопросы из мобильного приложения нашего. Кстати, пользуйтесь им, для того, чтобы у нас был такой архив вопросов. Итак, интересуется, если лидер во многом формируется в детстве, как тогда воспитать здорового лидера? Это очень важный вопрос, потому что говорят, каким образом, собственно, нанести травму, чтобы не повредить, и для того, чтобы этот уровень амбиций, то есть, как бы этот двигатель, он работал на полную мощность. Мы говорим, что чем более сложные травмы человеку приходилось преодолевать, тем больше амбиций у него будет. И исходя из этого, мы говорим о том, что родители должны создать такие условия, когда человеку необходимо преодолевать что-то в своем развитии, не находиться в комфортных условиях, а каждый год своего развития заниматься преодолением каких-либо препятствий. Ну, а как тогда достичь баланса, чтобы не перестараться, чтобы воспитать все-таки ключевое здесь слово здорового лидера, ну, адекватного? Для этого необходимо отслеживать последствия своих действий со стороны родителей. И это почти неконтролированная переменная, которую мы имеем. Поэтому, как правило, лидеров ищут, их очень редко воспитывают внутри организации. Понятно. Еще один вопрос. Можно ли изменить себя из неправильного лидера в правильного в уже сознательном возрасте? Ну, то есть, если уже лидерские качества есть. Те примеры, индивидуальные случаи, которые были разобраны в большинстве компаний, при банкротствах компаний и организаций, может говорить о том, что если лидер очень сильно долго задержался в зоне турбулентности и как бы находился на той зоне ответственности, которая не соответствовала его возможностям, то, как правило, он в следующих компаниях и на следующих должностях будет также вести себя иррационально. То есть, это как бы такая точка невозврата, которая начинается. Но это, исходя из того, что это анализ индивидуальных случаев, которые были. Их не так много, но, тем не менее, те, которые собрались, говорят именно об этом. То есть, исключений не было. Возможно, они существуют. Вот. Тем не менее… То есть, что если один раз человек превратился в токсичного лидера, назад дороги нет? Практически да. Не очень обнадеживающе, конечно. Хорошо. Еще один вопрос. Как понять свой уровень амбиции? Как его оценить? Хороший вопрос. Как правило, есть отдельные методики, которые позволяют это сделать, которые позволяют оценить характер травмы, какие сферы и зоны интересов они распространяются. И насколько человек готов в зависимости от организации и уровень ответственности, который у него свалится, насколько он с ними готов справляться. То есть, здесь идет оценка организации, должности и возможностей человека. Вот эти три переменные, они позволяют довольно четко вычленить его траекторию развития и указать, где эта верхняя планка проходит. Хорошо. Ну, допустим, человек сам себя каким-то образом проанализировал или ему помогли. И, ну, что называется, получается, на роду написано ему стать токсичным лидером. Что ему делать? На роду не написано, потому что человек, как правило, может сам выбирать тот уровень зоны ответственности, в которую он как бы идет. То есть, просто не нужно залезать так глубоко в зону турбулентности. Здесь нужно просто понимать или не находиться там долго. То есть, необходимо понимать четко, где эта граница проходит. Вот это очень важно с точки зрения саморазвития и с личной эффективностью. Еще один вопрос. Когда принимаешь на работу, какой методикой проверять кандидата? вопрос от HR-специалиста, явно. Здесь есть хорошие методики, которые связаны с личностными опросниками. Это методика Амана. И есть хорошая методика уровня субъективного контроля, также которая позволяет делать прогноз по подобным вещам. Продолжает разрываться телефон, но нет, подсказывает, что надо уже держаться нашего графика. Спасибо большое. Большое спасибо, Александр Ильдакименко, рассказал нам о том, какие лидеры бывают. Будьте адекватными лидерами. Ныряйте в зону турбулентности, ныряйте в нее, но будьте осторожнее, так чтобы не превратиться в токсичного лидера, а оставаться адекватным. И продолжайте расширять свои возможности, лидерские качества. Продолжение следует...